Доброе утро, уважаемые телезрители! Сегодня я вам хочу рассказать, как можно в домашних условиях убрать кутикулу, поухаживать за своими ноготочками. К сожалению, в домашних условиях обрезной маникюр девочки не многие умеют делать. Бывает так, что, приходя в салон, мы видим, что очень сильно травмировали кутикулу, то есть вырезали очень много кожи. Я вам советую приобрести кутиклер любой фирмы, не имеет значения. Что такое кутиклер? Это средство, которое растворяет кутикулу. Вы наносите небольшое количество кутиклера на ноготочек, на кутикулу и боковые валики. И вот в таком состоянии нужно посидеть минут 10, чтобы кутикула, кожа подрастворилась. Затем вы берете апельсиновую палочку и счищаете ту часть, которая у вас подрастворилась. Таким самым вы никогда не травмируете кутикулу. У вас она всегда будет ухоженная, увлажненная, так как в препаратах кутиклерах также имеется увлажнение. Сегодня я вам покажу аппаратный маникюр. Аппаратный, сам аппаратик вы также можете приобрести в магазинах. У него, конечно, мощность намного меньше, чем для салонов. В домашних условиях вы также можете сделать аппаратный маникюр щадящий, то есть не травмировать кутикулу. Вы очень осторожно проходитесь только по коже, не задевая саму ногтевую пластину, чтобы не травмировать ноготочек. После того, когда вы кутикулу обработали аппаратом, вы можете также обработать немножечко кутиклером для того, чтобы подрастворить ту часть кутикулы, которую мы не смогли достать аппаратом для более хорошей обработки кутикулы. А сейчас мы переходим на ручку, в которую мы работаем с кутиклером, только с одним кутиклером. Такую апельсиновую палочку вы также можете приобрести в любых косметических магазинах. После того, когда вы сделали себе маникюр, вы наносите либо какой-то цветной лак, либо лечебный, если у вас есть какие-то проблемки с ногтевой пластиной. В данном случае мы нанесем лечебный лак. В лаке находится большое количество витаминов. Вы наносите лак по всей поверхности ногтя и обязательно запечатываете торец ногтя, чтобы все витаминки у вас здесь остались и работали. Лечебный лак вы можете купить в любой аптеке, либо в каких-нибудь косметических магазинах. Но обязательно покупайте лечебный лак по мере своей проблемки. То есть вы смотрите, если у вас тонкие ногти, вы покупаете лак для тонких хрупких ногтей. Вот мы закончили нашу работу. Теперь можно увидеть, эта ручка сделана с аппаратным маникюром, эта ручка сделана с кутиклером. Никакой разницы нету. Поэтому, дорогие девочки, женщины, выбирайте то, что для вас приемлемо, что вам больше понравится. Не забывайте, что руки – это наша визитная карточка. До свидания.